всем привет с вами the play а это у нас внезапно продолжение champions of heaven да спустя долгое время решил все таки записать видео так как недавно вышло обновление 1 сентября ну почему то у меня на обновление пошло седьмого но неважно в принципе сейчас данных роликов вы нигде не найдете на данный момент ну точнее на данное обновление уже все перепутал вот кстати давайте подберем ну я заходил в игру периодически проходил вот это прошел вот это даже короче у нас тут надо момент 1 перезапуск я вот уже перепрошел так скажем можем еще сейчас на 2 заперезапуск запустить ну и когда мы короче доходим до сюда у нас вот видите помню здесь был какой-то полевоскорицательный вопросительный знак был вот теперь на данный момент у нас вот тут есть враги плюс еще у нас вот новая локация после 1 открылась но мы сюда пока попасть не можем я вот сейчас точно не знаю то ли надо просто этих завалить типа открыть проход сюда то ли надо вообще все вот эти башни пройти после этого типа откроется вот эта территория а потом вот это ну мы с вами понимаем что все башни что пройти надо уже несколько раз еще перезапустить игру как я понимаю вот то есть то есть то есть не факт кстати о чем мы поставим на здесь окажется рудник не использовался но и хрен с ним все равно я долго долгое время не заходил кстати прокачала замок свой уже до седьмого уровня теперь мы можем с вами в бой отправлять то ли 8 то ли 9 сейчас посмотрим ну и плюс хотел еще добавить у нас еще тут кольца появились сейчас мы о них тоже немножко поговорим но сначала давайте отправим наших бойцов пусть бьются пока мы будем с вами смотреть у нас тут новенького так это нас как и новые бойцы не знаю были ли они в прошлой сериях укажите черный тоже был вот но зато вот это айбар как и айбар ее не было так отправляем ну как всегда стараемся чтобы отстающих точно всегда отправляем бой тех кого уже 38 уровень а так отправляем как получится принципе я думаю что справиться тут должны у нас тут кровавые изверги и порабощенные гномы вместе с ними я думаю что вот этой группы давно хватить полностью я не заморачивайся с том что мне уже 28 зелья исцеления поэтому случае если они там не побьют наших обидчиков так скажем то мы просто восстановимся немножко по-другому все сделаем что насчет колец ребят ну здесь кольца конечно это хорошее добавление вот уже у нас не на всех конечно но уже есть кольца которые стоят уже на наших героях танк все вот это конечно понятно это принципе кольца это навыки которые стандартно нам выдают на разных героях если мы хотим каком-то героя что-то добавить вот здесь все все что нужно какие-то дешевле кольца какие-то дороже один такой момент есть который я не могу точно сказать например вот смотрите есть кольцо который прибавляет например я найду ребят вот ваш отряд быстрее доберется до местного значения этот навык в принципе у нас есть на некоторых героев стандартно если мы тому герою который уже есть этот навык если мы еще одно кольцо это поставлено будет еще быстрее то есть суммируется вот эти добавки плюсы бонусы или нет честно говоря пока не могу сказать то и возиться с этим сейчас разберут тоже неохота но я точно уверен что вот это например плюс 2 атака или тут плюс 3 атаки где-то я видел ну наверное вот это да но это если ты в бою без союзников должно вроде давать опять таки не знаю точно два кольца работает и вот именно вот такие кольца которые нужны какие-то конкретные условия ну вроде как если мы купим например я сам ну как где-то плюс защита защита сейчас вот защита 1 2 давайте купим чё страшно потом накопим эти деньги вот у нее у нас есть танк вот это да у нас например допустим танк вот 19 защитой 20 защит в принципе да видите суммируется так кольца суммируется но суммируется ли вот остальные вот эти эффекты я сказать пока что к сожалению не могу сейчас мы попробуем их добить и тогда посмотрим откроется ли нам новые кстати давайте потише сделано то они будут дерутся откроется ли нам новые локации вот что самое больше мне интересует от этого зависит будет ли у нас короткое видео или же длинные в принципе я вообще думал уже давно записать видео про кольца ну как-то мне казалось это мало контента поэтому дождался вроде как сейчас уже что-то вроде как интересный тут вот новая локация вот но если конечно не будет то наверное посмотрю все зависит от терпения в этой игре могу ли я перед пройти сколько еще раз два три четыре раза эту игру для того чтобы открыть вот эту территорию и потом чтобы можно купить вот на эту территорию в принципе уже мало стало сейчас мы быстренько добьем но я очень надеюсь что хотя бы эта территория откроется и будет видно что у нас тут нового обновления эти объявления так секундочку кстати ага понятно значит все таки не надо я думал что каждая башня будет открываться при каждом так скажем перезапуске игры вот перезапускать по-любому можем опять да но это пока нам не надо раз я хочу добраться до сюда дальше у нас идут шелкунчики учася шику шелкунчики блинки то они не симпатичные вообще и кстати тут у нас разу три четыре пять шесть семь восемь девять аж врагов и точнее не только шелкунчики ну принципе сейчас отхилю их и отправлю опять бой знаю смогу ли я полностью это все пройти ну сейчас попробую если получится то значит что-то сейчас еще отсюда увидим если нет то я просто с вами попрощаюсь попробую пройти а новые еще получше прокачать своих героев но все-таки это неплохо а то реально каждый раз перезапускать игру хорошо что хоть продолжение есть так вроде как у нас вернулись все давайте их вылечим все это можем позволить так ну в принципе в принципе думаю можно точно также отправить их бой и все у нас получится по крайней мере должно получится ладненько давайте я это все пройду и мы продолжим и ребята все таки за один перезапуск вот мы можем я так понял проходить полностью от эти башни вот и на данный момент я один бой уже провел с остальными не показывал бои потому что в принципе ребят тут даже есть ты проигрываешь ты можешь повторно опять таки отправить свои войска и но будет дальше биться этого не вижу смысла точнее не видел смысл все записывать а вот это наверное все таки запишу ну сейчас отправим давайте быстро к они бьются мы с вами может еще плата а может просто в ускоренном виде сейчас поставлю они будут биться с последней башни и вроде как здесь уже должен хоть сундук я очень надеюсь что там что-то очень и очень крутое должно быть потому что ребята с этих башень ну вообще трень какая-то упадает 15 золотых нас вообще ну ни о чем поэтому надеюсь что в итоге нас не обидят так скажем не разочарует вот этим сундучком который дальше у нас лежит и что-то мне подсказывает что первый перезапуск это прохождение вот этой локации второй вот этой и потом еще третий перезапуск будет для этой локации поэтому думаю что да вряд ли мы с вами тут пройдем вот эту локацию ну как я понял здесь видите какие-то ворота тут стоят и тут дальше будет продолжение вот опять таки но смысл заморачиваться на этих башнях если можно опять таки я так понимаю даже если у вас будет армия послабее моей конечно армия это громко сказано в основном группировка там группа героев даже если послабее будет ничто и никто вам не мешает повторно отправить своих героев и постепенно их вот так вот бить добивать ну в принципе так она будет выглядеть давайте я уже в ускоренном виде покажу все и мы продолжим и и Продолжение следует... 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 кстати 222 может имеется ввиду что есть просто так ли хотя ее не убьют ладника ребята не совсем понятно кто уже знает пишите в комментариях что это за прирост и это по перерождение имеется ввиду перезапуск игры если так то в принципе неплохо неплохо мы выбили с вами шлем я так понял наверное дальше там пойдет там броня оружие и так далее и тому подобное спасибо что досмотрели до конца оставляйте комментарии нажимаете лайки также подписанного канаде все еще каким-то образом вы не подписаны прожимая колокольчик затем насчет колокольчик тоже не забывайте потому что это для того чтобы вас вовремя выдавлял youtube о новых видео всем удачи до следующих видосов всем пока и